Собственно, у нас тема сегодняшняя объявлена была, это тематика технологического суверенитета и, собственно, свое выступление я постараюсь посвятить именно этому вопросу, то есть нашему ответу на то, как мы со своей коммерческой стороны исключительно подходим к задаче, связанной с технологическим суверенитетом. Буквально один слайд о том, что из себя представляет группа «Транспорт будущего». В самой группе два года присутствует в пяти странах более 350 сотрудников, 9 типов баз в разработке, макетная комиссия пройдена по агроборту С-80 и 70% структурных элементов собственного производства. То есть стратегией группы подразумевается не просто создание как головным исполнителем беспилотных авиационных систем мультироторного, самолетного типа, но и создание локальных, национальных компетенций, связанных с производством компонентов, как второго уровня, так даже третьего и более глубоких. То есть по каждой из позиций. Там буквально несколько фотографий, как это выглядит на текущий момент, как это было в феврале месяце. Это и станки с ЧПУ для металлообработки, для формирования тех же матриц и для изготовления деталей. Это и оборудование для литья АБС пластика, оборудование для собственного изготовления деталей из карбона. Это собственные стенды для бортовой кабельной сети, для их прокладки. Собственные линии СМТ-монтажа для того, чтобы создавать электронные компоненты. И, соответственно, те машины, которые на текущий момент уже находятся не просто в разработке, но уже на стадии летных испытаний и частично начинают поступать в эксплуатацию, в нашу внутреннюю эксплуатацию, где получают обратную связь для улучшения и доработки конструкции. Собственно, линия сборки финальной тех же бортов С-80, которые на текущий момент завершают стадию сертификации, получения сертификата типа воздушного судна. И, собственно, уже наша готовая продукция, которая формируется в виде мобильных комплексов с беспилотными воздушными судами для авиахимработ, с генераторами, растворными узлами, зарядными станциями, всем необходимым оборудованием, необходимым для выполнения сельхозопераций в растеневодстве. Это внесение средств защиты растений, внесение удобрений, аэросев для тех культур, которые не требуют бронования, ну, в частности, например, рис, засев рисовых чеков. Это полет летающего лаборатории. Максимальная взлетная масса 270 килограмм. Вот, собственно, характеристики того агродрона, который на текущий момент находится на сертификации и в нашей эксплуатации. Это квадрокоптерный тип с достаточно мощными электродвигателями, которые, собственно, у нас осваивается производство. Электроника, которая внутри находится, тоже находится на освоении серийного производства, то есть перехода от установочной партии уже к массовому серийному производству. Лопасти винтов печатаются полностью свои, корпус, металлические детали. То есть все это уже идет с точки зрения собственного производства. Ну и важной, наверное, одной из самых тяжелых частей или компонентов БВС является топливные элементы. Очень большая работа уже много лет ведется в этом направлении. И на текущий момент используются собственные БМС. И в дальнейшем надеемся на то, что серийные фабрики, которые сейчас на несколько гигаватт создаются, позволят производить непосредственно саму химию для дальнейшего формирования топливных элементов внутри страны. И дальше уже батареи на базе топливных элементов и БМС. Ну, собственно, да, это полетные контроллеры, драйверы, двигатели электрических. Все это входит на текущий момент в компоненты, которые осваиваются как собственное производство. И важный аспект – это, собственно, сквозные неокры. То есть важно не просто создавать компоненты, то есть абстрактный электрический двигатель. То есть вот, допустим, он создан, он обладает определенными характеристиками. Даже сертифицирован по 719-му постановлению правительства. То есть Минпромторг одобрил. Все замечательно, казалось бы. Есть серия. А дальше вопрос – а кому он нужен? То есть на какие борта он будет ставиться? То есть кто будет их использовать в дальнейшем? И ответ на эти вопросы дает нам подход сквозных неокр. То есть для того, чтобы какая-то разработка составной части была согласована, необходимо, чтобы как минимум в одном головном изделии этот компонент присутствовал. И были обязательства того, кто отвечает за головное изделие, то есть за конечный продукт, за БВС, беспилотную авиационную систему, с тем, чтобы произвести определенное количество, заказать, соответственно, определенное количество этих компонентов и, соответственно, вытягивается таким образом вся цепочка. Это не значит, что только в этом БВС может использоваться условно этот электродвигатель. Совершенно нет. То есть он может использоваться как в мультироторах, так и в гибридных схемах более тяжелого класса. Или, например, даже в самокатах, если он подходит по размерности. Но важно, чтобы как минимум в одном БВС он изначально на этапе разработки уже проектировался под эти параметры. Это гарантирует как минимум то, что деньги, в том числе государства, если они выделяются по линии Минпромторга на поддержку отечественного производства и освоения, будут выделяться как минимум на то, что будет полезно и принесет пользу в дальнейшем для отрасли. Также мы видим, как обязательные условия того, что данный тип воздушного судна должен быть сертифицирован, получить сертификат типа в случае, если он имеет максимальную взлетную массу свыше 30 кг. Публичным должно быть техническое задание на этот компонент для того, чтобы все понимали, что разрабатывается, чтобы другие разработчики, кроме того головного, кто непосредственно заказал это, тоже могли уже на этапе разработки знакомиться с техническим заданием и понимать, какие параметры массогабаритные и функциональные у этого изделия будут. Ну и, собственно, обязательство по выручке головного исполнителя в том, чтобы произвести определенное количество минимальных воздушных судов, которые будут эти компоненты использоваться. В этом, собственно, идея сквозных неокр, то есть не создания комплектующих как кубический конь-вакуум самих по себе, а на основании сквозного технического задания от какого-то из моделей воздушного судна. Ну, собственно, краткая информация по площадке, которая есть в Белгородской области производственной с многочисленными цехами, 40 тысяч квадратных метров в Самарской области, Тольятти, площадь цехов на 20 гектарах земли. И, соответственно, здесь уже планируется и большой завод АКБ, и производство электродвигателей, и, собственно, корпус для сборки. Ну и такая вот кратенькая информация внутренняя по срокам пусконаладки и мощности того оборудования, которое запускается. Ну, все, коллеги готовы ответить на ваши вопросы. Да, как у нас там по плану? Краткий вопрос о вашей стратегии компании, потому что я был на презентации, давно знаю об этом. И почему вопрос? Потому что инвестором является компания «Эвка» как крупнейший производитель. И это будет уже отдельный путь? Или вы будете ориентироваться на инвестиции компании? Или будете привлекать дальнейшие инвестиции? Вы знаете, ваш вопрос, он очень, наверное, интересен, но его правильно задавать инвестору. А не… Подельцам? Да, 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 инвестору. Я думаю, что инвестор с удовольствием ответит вам на вопросы относительно их стратегии. Я могу ответить на вопросы, связанные со стратегией развития самого бизнеса или линейки. То есть с этим можем. Можно у меня вопрос практический? Пожалуйста. Максим, расскажи, пожалуйста, вот агродроны уже у нас начинают летать, да? Да, летают уже. Многие фермеры говорят, что есть проблема, что вот Минсельхоз или я не знаю, какое точно там ведомство выпустило очередной буклет применения. Авиация есть, наземная техника есть, а по беспилотникам, по мерам внесения веществ, вот эти вот стандарты, их никто так и не внес. И вообще про беспилотник никто не упомянул. Вы эту тему подхватываете, вы с ней работаете? Просто мы тут думаем собрать, на самом деле, такую инициативную группу, чтобы эту тему обострить. На самом деле тема живая, и ей уже более, наверное, полутора лет, как минимум, в активной работе с Минсельхозом. Проблема в следующем. Она, на самом деле, очень проста. Это не в зоне ответственности Минсельхоза. Так интересно, что рекомендации по применению агрохимии являются зоной ответственности производителей агрохимии. И поэтому ваш вопрос, он актуален, вот напрямую задавать, Щелкова, Августу, Сингенте и всем остальным. То есть именно производителям химии, да? Да. То есть вот буквально сегодня с утра перед этой встречей разговор с Щелкова. То есть представитель Щелкова говорит сначала, работайте 10 литров на гектар баковой смеси. Потом проходит буквально короткое время, звонит мой сотрудник с испытанием и говорит, нет, Щелкова передумала, давайте работать 200 литров на гектар, как у них написано в методичке для наземного транспорта. Да бог с ними, пожалуйста. Отработаем в рамках испытаний их препарата и на 200 литров на гектар. Бедное поле, да? В процессе установления правил. То есть на самом деле Минсельхоз здесь точно за, абсолютно точно. Его позиция, позиция руководителя департамента Некрасова, позиция специалистов департамента, она очень понятна и конструктивна. То есть они действительно хотят получить работающий инструмент и работающий на основании рекомендаций. Но законодательно они не могут сами внести рекомендации по конкретным препаратам, которых несколько тысяч тем более. То есть все, что сейчас они могут, например, сказать, что да, рекомендации, которые уже есть в каталоге пестицидов, агрохимикатов, пожалуйста, можно применять для беспилотных авиационных систем. Но сами эти рекомендации могут изменить только производители. Понятно. Ладно, еще мы продолжим уже в работе. Еще краткий вопрос. У вас презентация 70% собственных разработок элементов. Да, целевая цифра, да. 30% вы не могли бы коротко пояснить, это импорт, это что? И если это импорт, какие у вас проблемы? Ну, знаете, проблем таких больших, которых бы стоило обсуждать, наверное, нет. С точки зрения этих 30% это свободный рынок, то есть это могут быть производители российские, могут быть китайские. Других на самом деле нет. То есть это либо Россия, либо Китай, да, то есть других стран даже обсуждать не имеет смысла. Я помогу, Максим Юрьевич, это силовая электроника, которая нет, это тиристоры, это силовые диоды. Ну, и чипы. И самого серьезного, давайте так, это чипы. Вот с ними сделать на текущий момент ничего невозможно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok